Добрый вечер. О событиях в стране и мире к этому часу расскажу вам я, Сергей Гергель, и мои коллеги из информационной службы телеканала Хабар 24. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с национальным днем дамбры. Глава государства посетил концерт на площади у монумента Казах-Еле, где больше двух тысяч человек одномоментно сыграли знаменитые кьюи. Во время своей речи Нурсултан Назарбаев отметил, что дамбра это инструмент, олицетворяющий собой дух, характер и историю казахской нации. Это паспорт и бренд казаха. Неповторимый облик. Музыкальный инструмент с незапамятных времен играет очень большое значение в жизни кочевников, сопровождая их и в горе, и в радости. Я издал указ о праздновании национального дня дамбры и в соответствии с ним во всех уголках нашей страны, в городах, областных центрах, селах отмечается этот праздник. Дамбра – это душа, история, традиции казахов. Это не просто музыкальный инструмент, это священное наследие. Казахи хранили дамбру в почетном месте, а кьюиши были почетными гостями. Народ возносил их. Это благородное дело продолжается и до сих пор. Президент также отметил, что в рамках программы «Рухани Жангыру» дамбра вносит уникальный вклад для популяризации национальной культуры в мире. По решению ЮНЕСКО дамбра и кьюи внесены в список нематериального наследия человечества. Отмечу, что для участия в празднике в столицу приехали музыканты из Уральска, Актобе, Атырау, Караганды, Петропавловска, Павлодара и Кокшитау. Под руководством дирижера Айткали Жаимова дамбристы исполнили кьюи Кунила Шар, Адай, Балбы Рауэн, Ерке Салкым и Сары Арка. Дамбрас незапамятных времен сопровождает нас в моменты радости, триумфа и побед. Через звуки струн и мелодии кьюев из поколения в поколение передаются наши культурные ценности, традиции, героические сказания. Символично, что национальный день дамбры получает свое рождение в Астане в сердце независимого Казахстана. Дом дружбы в Астане места благоустроена и озеленена территория. На первом этаже расположен танцевальный зал, столовая, студия. На остальных актовый зал, библиотека, костюмерная, музей и конференц-зал. Во всех областях есть, а в Астане не было. Поэтому сейчас теперь в Астане есть. Самое главное, чтобы люди приходили, вспоминали свою историю, свою культуру. Может быть, языки вспоминали. Чтобы всем было комфортно. Есть место, где собираться, где вспомнить, где общаться. Поэтому я вас поздравляю. Президент также открыл новый парк ЖТСУ, который к 20-летию Астаны городу подарил Талдыкурган. Он находится на пересечении улиц Ара и Сарайшик. Для отдыха астанчан и гостей столицы в нем есть столы для настольных игр, роллер-дром, который зимой превращается в каток, холмы для катания, которые можно использовать как летом, так и зимой. Ко всему прочему, через весь парк проходит велодорожка. Зимой ее будут использовать как лыжероллерную трассу протяженностью 1200 метров. Нурсултан Назарбаев отметил, что свою лепту в празднование юбилея столицы вносят все регионы страны, потому что Астана – это творение всего Казахстана. Президент поблагодарил за подарок власти Талдыкургана и пожелал всем здоровья и счастья. Глава государства также не смог проехать мимо парка Жируик, в котором 19 лет назад он посадил дерево. Далее Нурсултан Назарбаев отправился в сам парк, где пообщался с горожанами. Вокруг президента собралось большое количество детей, которые хотели пожать руку главе государства и сфотографироваться на память. Также глава государства открыл новый велопешеходный мост через реку Есиль, который столице подарила Атыраутская область. Во время прогулки глава государства ознакомился с техникой эксплуатационными характеристиками сооружения. Аким региона Нурлан Нугаев сообщил президенту, что мост обеспечит связь пешеходных и велосипедных дорожек парковой зоны с набережной линией правого берега реки Есиль. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что новый мост – это достойный подарок Атыраутской области, который долгие годы будет служить жителям и гостям столицы. Кроме того, Аким Астаны, осед Есикешев, презентовал главе государства инфраструктуру велосипедного транспорта общей протяженностью 56 километров, которые расположены через набережную левый берег реки Есиль, сооружение комплекса Экспо и призваны соединить лыжно-роллерную трассу городского парка и велодорожку, проходящую через зеленый пояс от поселка Ильинка. Велотреки оснащены умными технологиями – скамейками со специальными столиками и велопарковками, вай-фай и зарядками для телефонов. В завершение осмотра на сцене амфитеатра под открытым небом была представлена тетрализованная концертная программа «Улы Дала Журыги Астанама», которую организовали музыканты филармонии и концертные коллективы Атыраутской области. Мероприятия, посвященные Национальному дню Дамбры, проходят в эти минуты и в Костанай. Одна из сценических площадок расположилась у реки Табул в парке 25-летия независимости Казахстана. Там сейчас работает и наша съемочная группа. На прямой связи со студией находится наш корреспондент в регионе Наталья Строкова. Наталья, здравствуйте. Расскажите, как начался праздничный день для кустанайцев? Добрый вечер, Сергей. Мероприятия в честь Национального музыкального инструмента в Кустанай начались еще утром. Старт им дала молодежь. Десятки школьников и студентов приняли участие в акции Дамбра Пати. Прошла она под открытым небом. В основном исполнялись знаменитые Кью Курмангазы, Дины Нурписова и Казангапа Тлибергенова. Еще одна акция прошла в родильных домах. Малыши, которые первыми появились на свет сегодня, получили в подарок Дамбру. В перинатальном центре музыкальный инструмент достался девочке. Она родилась в половине второго ночи. Всего же в регионе к этому часу принято шесть новорожденных. Наталья, а какие еще мероприятия проходят в городе? Вот сейчас на берегу Табола проходит выставка национальных музыкальных инструментов. На ней представлены домбры известных казахских деятелей, музыкантов и местных умельцев. Буквально вот сейчас начался концерт Домбра Думан. На сцену выйдут более 20 исполнителей из числа любителей и профессиональных домбристов. Сейчас рядом со мной находится Айсулу Аубакирова, руководитель городского отдела культуры. Добрый вечер. Расскажите, сколько сейчас в областном центре действует домбровых кружков и где еще можно научиться играть на национальном музыкальном инструменте? Сегодня в областном центре в каждой школе с государственным языком обучения действуют кружки и факультативы, три профессиональных оркестра, домбровая студия при школе детского творчества и, конечно же, наша гордость, домбровая студия Желудес при городском дворце культуры Мираз, у которой сегодня проходит в Париже сольный концерт. Спасибо. Ну а я добавлю, что, по словам организаторов, фестиваль Домбра-Думан продлится около двух часов. Домбристы исполняют известные Кьюи-Курмангазы, Абая и Тюрьме-Базар-Жирау, а представители двух районов будут состязаться в Айтысе. На этом у меня все. Сергей. Спасибо, Наталья. Я напомню, на прямой связи со студией из Кустаная была моя коллега Наталья Строкова. Национальный день Домбры отметили и в Турции. На берегу Мраморного моря провели завораживающее шоу Домбра-Пати. Молодые музыканты исполнили казахские народные произведения. Праздник поддержали представители казахской диаспоры. По их мнению, культурное наследие народа необходимо шире пропагандировать за границей. К слову, в Казахском культурном центре в Стамбуле уже пятый год работает кружок по игре на Домбру. Сейчас там учатся около 50 человек. Среди них есть и турецкое население. Сегодня казахи, проживающие в Турции, собрались здесь в честь Национального дня Домбры. Мероприятие проходит очень весело. Мы поем песни, играем кюи. Я хочу поздравить весь народ с этим праздником. Пусть звуки Домбры никогда не затихают. Я играю на Домбре с 8 лет. Сейчас я знаю около 20 кюев. Один из моих самых любимых – кюежек-пежек. Нургисыт Линдиева. На левой бережи Астаны завершается строительство ботанического сада. В создании концепции уникального для евразийского пространства объекта участвуют известные ученые и руководители ботанических садов стран СНГ, Германии, Италии, Франции. Они собрались сегодня в Казахском агротехническом университете имени Сакена Сейфулина. По словам ученых, этот объект следует рассматривать как уникальную научную базу. Здесь выведут новые виды флоры, а также исчезающие генетические ресурсы лесостепи. Сегодня в Красную книгу Казахстана внесены 387 видов растений. Кроме того, в ботаническом саду создадут такие экспозиции, как Дальний Восток, Сибирь, Европа и Восточная Азия. Самое главное, это уникальная база для наших ученых. Потому что, используя генетические методы исследования, новые методы исследования, наши ученые будут разрабатывать новые сорта пастбищной культуры, синокосной культуры. Уникальная возможность для наших студентов. Наши студенты будут там проходить практику. Наши ученые будут заниматься наукой. Возможность для развития человеческого капитала наших именно экологов, специалистов лесного хозяйства, агрономов и так далее. Надо извлекать плюс из географического положения ботанического сада. Помимо экзотических растений, вот такой изюминкой сада в Астане может стать степная флора. Причем в широком смысле. Он может представлять степное сообщество, естественно, Казахстана, но не только, а вообще-то всей Евразии. А также и похожее сообщество других регионов мира. Ну, почему бы не попробовать, например, создать экспозицию североамериканской прерии. В Астане началось торжественное открытие 14-го международного кинофестиваля «Евразия». В столице его проводят в третий раз. На нем жители Астаны ждут первый концерт Эмира Кустурицы и «Зе ноу смокинг-оркестра», а также мировая премьера фильма «Руах» режиссера Хуата Ахметова. В главной роли с казахским актером Асанали Ашимовым. За всем, что происходит на красной дорожке, следит Марк Брюшко. И сейчас он готов рассказать о главных гостях кинопросмотра. Марк, какие звезды приехали в этот раз? Спасибо. Сергей, добрый вечер. Главными звездами этого кинофестиваля «Евразия» по праву можно считать знаменитого режиссера Эмира Кустурицу, французского актера Венсана Касселя и обладательницы приза «Кан» за лучшую женскую роль Самал Яслямову. Также зрители могут увидеть здесь российских актеров Равшана Куркова и Андрея Соколова. С ним мы смогли побеседовать уже сегодня утром на пресс-конференции. Он поблагодарил организаторов за приглашение на этот кинфестиваль и поздравил, пользуясь случаем Астану, наш город, с 20-летием. Казахстан, по его словам, его очень нравится. В самом разгаре здесь сейчас проходит красная дорожка. Она началась несколько минут назад, и пока по ней прошло не так много звезд, как мы ожидали, но мы в предвкушении. Здесь вообще сегодня, в центральном концертном зале Казахстан, повсюду свет софитов и блеск вспышек фотокамер. Чувствуешь себя настоящей звездой. Здесь начинаешь себя чувствовать. А все благодаря поддержке фанатов, которые стоят здесь за трибунами и скандируют имена актеров, аплодируют. В общем, здесь такая атмосфера, такого праздника кино. Сергей? Мак, а сколько фильмов покажут в этот раз, в этом году? Участник Каннского кинофестиваля 2003 года. Ну, насчет основной программы, я могу сказать, что в основной программе кинофестиваля заявлено 12 полнометражных кинофильмов и 35 короткометражек. Всего официальная программа кинофестиваля будет разделена на 8 секций. О том, как будут судить и оценивать эти фильмы, нам сегодня также утром на пресс-конференции рассказали жюри основного конкурса и конкурса короткометражных лент. Прежде всего, они будут смотреть на художественные особенности и на то, как проработан сценарий. В общем, на художественную линию воспринимать все будут, как сказали деятели кино, сердцем, чем-то подсознательным. И это будет, по-моему, очень интересно. Сергей, мы продолжаем следить за тем, что происходит на красной дорожке. Слово студии. Спасибо. Марк Брюшко был на прямой связи со студией, который рассказал, как проходит открытие 14-го международного кинофестиваля Евразия. Депутат немецкого Бундестага Танкред Шипанский назвал Астану «жемчужиной великой степи». Парламентарий четыре раза был в нашей столице и признается, что мегаполис не перестает его удивлять. Я считаю, это было очень правильное решение вашего президента создать новую столицу. Я сам не раз был в Астане и хорошо знаю город. Он удивляет современной архитектурой и экономическим потенциалом. Мне лично больше всего нравится Байтирек. Очень интересный комплекс. Я хочу отметить, что благодаря престижной выставке Экспо об этом прекрасном городе узнали во всем мире. Это был очень значимый имиджевый проект, который останется в истории. Я желаю Казахстану хорошо отпраздновать 20-летие, чтобы Астана и дальше также динамично развивалась и была образцовым городом в регионе Центральной Азии. И на этом все. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok